31 марта для жителей станицы Анастасиевской памятная и скорбная дата. 76 лет назад бойцы Красной Армии в результате кровопролитных боев освободили этот населенный пункт от немецко-фашистских захватчиков. Свой день победы жители Анастасиевской отметили на мемориальном комплексе, где прошел торжественный митинг. Подробности в следующем материале выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одних из них знал Григорий Дмитриевич Коваленко, который служил в 301-й стрелковой дивизии, освобождавшей Анастасиевскую. Он был наводчиком миномета, уничтожил две фашистские пулеметные точки, после чего советские солдаты смогли пойти в атаку и выбить врага. Я хочу сказать вам, что события, которые проходили при освобождении Анастасиевской, были нелегкими. Дело в том, что сама погода, которая стояла в это время, она не с нами работала. Но не взирая на все это, мы, бойцы вооруженных сил, шли в бой с целью как можно быстрее освободить вас от фашизма, который очень много наделал горя вам всем. У нас есть вам наказ. Берегите свою родину, так же, как и мы берегли. Не позволяйте, если мы уже уйдем из жизни, переписать историю Великой Отечественной войны. Войну закончили с победой мы. Повторяю еще раз, мы. Фашистская оккупация длилась 8 страшных и долгих месяцев. После себя захватчики оставили разграбленные и сожженные дома. Десятки расстрелянных мирных жителей. Издевались над нашими жителями. Фашисты заставляли непосильную молодежи рыть для окопы, переносить камни огромные, булыжники для того, чтобы вымащивать дорогу. Дорог тогда абсолютно не было. Молодежь 15, 16, 17 лет угоняли в Германию. А тех, кто не подчинялся фашистам, расстреливали. 228 огненных дней и ночей бесчинствовали фашисты в нашей станице. А когда уходили, то на территории МТФ-2 был лагерь военнопленных. Они согнали военнопленных в одно здание, облили горючей смесью. Люди, которые жили на окраине станицы, слышали крик жителей, которые были в здании, которые подожгли фашисты. Но они ничего не могли сделать. Даже сейчас там встречают, можно найти кости. А в то время все колодцы, которые находились на территории МТФ, были забитыми этими костями, человеческими костями. Страшные месяцы оккупации навсегда запечатлелись в памяти тех, кто ее пережил. Галине Ивиничне Бобровой тогда было всего 5 лет. 76 лет прошло с того времени. А воспоминания о войне до сих пор сковывают ужасом и страхом. Папа погиб. Мы без вести, мы не знаем. Даже не знаем, какой. По фотографии знаем. А так и не помним, какой у нас отец был. Спелые были жердели. Бабушка послала, пойди, говорите, собери. А я так нас собирала, подол. А самолет летит, а бабушка говорит, Галю, падай, падай. Я так же полно, у меня здесь жердели упала, а потом устала. Я жих всех подавила. И несу бабушкой, она течет. Ну, не плачь, говорит. Лишь бы ты жива была. Сегодня в станице живет 6 ветеранов Великой Отечественной войны. 71 – труженик тыла, 12 – узников фашистских концлагерей, 137 – детей войны. Некоторые из них пришли на торжественный митинг. Их, а также всех – жителей с праздником. Поздравил глава поселения Александр Синко. Нашей малой родине вместе со всей страной пришлось испытать все тяготы военного лихолетия. И никогда из памяти народной не изгладятся трагические и героические события Великой Отечественной войны. Дорогие ветераны, труженики тыла, жители и гости, сердечно поздравляю вас с Днем освобождения нашей малой родины от фашизма. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, семейного благополучия. Спасибо вам за великий подвиг. В числе почётных гостей торжественного мероприятия был председатель районного совета Григорий Литовко, для которого станица Анастасиевская является малой родиной. А день её освобождения – особый праздник. Позвольте мне от имени главы муниципального образования Славянский район Романовича Синеговска, от имени совета района и от себя лично, как от жителя нашей любимой станицы, поздравить всех нас с этим радостным и волнительным днём. Наше поколение только знает об освобождении станицы из рассказов наших родителей, дедушек, бабушек, сколько тягот и лишений пришлось претерпеть им. Я хотел бы сегодня, чтобы мы склонили голову перед памятью тех всех красноармейцев, которые принимали участие в освобождении нашей станицы. За годы войны из станицы на фронт ушло свыше трёх тысяч анастасиевцев. Более половины из них не вернулись. Триста были замучены в фашистских концлагерях. В память о тех, кто сражался, не жалея ни сил, ни жизни, чтобы спасти свою страну, свой народ от гибели, анастасиевцы почтили минуты молчания, а после к вечному огню возложили цветы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова